Здравствуйте! Телевидение Электрогорска начинает свое вещание. В студии Ольга Костина. И сегодня в выпуске. Денис Семенов досрочно сложил полномочия главы городского округа Электрогорск. Партия «Единая Россия» отметила 19-й день рождения. Огни на новогодних елках Электрогорска зажгли в первый день зимы. Внеочередное заседание Совета депутатов. Главный вопрос – завершение полномочий главы. Сводка ЧП. Важная информация налоговой службы. Каким образом можно обратиться в прокуратуру для разъяснения возникших проблем и вопросов? Рубрика «Ответ эксперта» на нашем канале. Репортаж с оперативного совещания. Прогноз погоды. 1 декабря глава городского округа Электрогорск Денис Семенов досрочно сложил полномочия в связи с переходом на новое место работы. Об этом он сообщил на оперативном совещании. Денис Олегович поблагодарил за оказанное доверие, помощь и поддержку губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, правительства региона, депутатов Государственной и Московской областной думы, коллективы всех предприятий, служб, организаций и учреждений Электрогорска, многоуважаемых ветеранов и всех жителей округа. С 1 декабря временно исполняющий полномочия главы стал первый заместитель главы Сергей Дорофеев. В связи с досрочным завершением полномочий главы городского округа Электрогорск и назначением временно исполняющего на должность главы состоялось внеочередное заседание Совета депутатов. Как было ранее, оно прошло в дистанционном формате. На повестке дня заседания стоял всего один вопрос о досрочном прекращении полномочий главы городского округа Электрогорск. Председатель Совета депутатов Роман Тикунов обратился к коллегам с информацией о прекращении трудовой деятельности на посту главы города Дениса Семенова. Уважаемые депутаты, в адрес Совета депутатов городского округа Электрогорск поступило заявление главы городского округа Электрогорск Московской области Дениса Олеговича Семенова о досрочном прекращении полномочий главы городского округа Электрогорск Московской области в связи с отставкой по собственному желанию в соответствии с пунктом 2, части 14, статьи 31 Устава городского округа Электрогорск Московской области и пунктом 2, части 6, статьи 36 Федерального закона от 6.10.2003 года, номер 131 ФЗ общих принципов организации местного самоуправления в Российской Федерации. В связи с этим, согласно Устава города, согласно 131 Федерального закона, нашему сайту депутата необходимо принять к сведению досрочное прекращение полномочий главы городского округа Электрогорск Московской области Семенов Денис Олегович в связи с отставкой по собственному желанию с 1 декабря 2020 года. Денис Семенов поблагодарил депутатский корпус за плодотворную и неравнодушную работу на благо жителей города. Хочу всех вас поблагодарить за эту возможность, счастливые моменты, работать, трудиться в команде, вместе с вами, с прекрасными людьми. На протяжении этих четырех лет, владельцы развития нашего замечательного уютного Электрогорска, сегодня уже у нас очень много действительно сделано, но и предстоит еще больше сделать. То, что предстоит, это уже в руках будет Сергея Евгеньевича Дрофеева, который сейчас будет уже исполнять обязанности главы. Я искренне благодарю каждого из вас за то, что мы с вами сделали на благо нашего города и его жителей. Спасибо вам большое, уважаемые коллеги. На заседании присутствовали 13 депутатов из 15 избранных. Решение было принято единогласно. Предлагаю проголосовать за данное решение и принять к сведению до срочного приглашения полномочия главы городского округа Электрогорска с 1 декабря 2020 года. Кто за данное решение, прошу проголосовать. Кто за? Уважаемые депутаты, я надеюсь на сотрудничество в будущем. Оно у нас с вами неплохо осуществлялось в главе Дениса Олеговича. Надеюсь, у меня получится так же и мы сделаем наш город еще лучше, краше и приятнее для наших гостей. И, конечно, для наших жителей. Спасибо. В эфире нашей программы «Ответ эксперта» выступит заместитель прокурора городского округа Павловский посад Вадим Балакин. Он объяснил порядок обращений в прокуратуру Павловский посад с заверениями и сообщениями о преступлениях. Озвучил, каким образом можно обратиться в прокуратуру для разъяснения возникших проблем и вопросов. Здравствуйте, уважаемые жители городского округа Электрогорск. Я заместитель Павловского посадского городского прокурора Балакин Ильин Сергеевич. Хотел бы вам объяснить и упростить порядок обращения в Павловскую посадскую городскую прокуратуру с заверениями, сообщениями о преступлениях. И для того, чтобы лица также могли обратиться в прокуратуру для какого-то разъяснения по проблемам, вопросам, которые у них возникают в их жизни. В соответствии с приказом номер 45 Генерального прокурора Российской Федерации введение инструкции о порядке приема и рассмотрения граждан в органах прокуратуры, Павловская городская прокуратура осуществляет прием граждан в соответствии с графиком. Так, на стендах Павловской городской прокуратуры висит график приема сотрудников городской прокуратуры с понедельника по пятницу. Также указаны лица, которые осуществляют прием и время приема. Хочу обратить внимание, что обращаться в Павловскую посадскую городскую прокуратуру можно путем подачи заявления, также через сайт Павловской посадской городской прокуратуры, через интернет и также через почту простыми письмами или заказными, кому как удобно. При подаче заявления необходимо указать, на чьи ими пишется обращение, свои контактные телефоны, место проживания, фамилию и отчество и в простой письменной форме, в чем суть обращения. Также на первом этаже Павловской городской прокуратуры на стенде висит образец заявления, в шапочке которой указано номинование прокуратуры, фамилию и отчество прокурора и образец заявления. Рассмотрение обращения, в случае, если гражданин обратился в Павловскую городскую прокуратуру, у него принимается заявление, проверяются документы, удостоверяющие личность, проверяются реквизиты обращения, обязательно должна быть подпись и понятное изложение содержания обращения. Сотрудник прокуратуры, осуществляющий прием, обязан прочитать его, уточнить какие-то вопросы и в последующем зарегистрировать в книгу приема обращения. И также, если какие-то будут возникать вопросы, обязательно дать разъяснение гражданину. В зависимости от обращения прокурор устанавливает сроки рассмотрения обращения. Обращения могут рассматриваться как и в 10-дневный срок, в 30-дневный срок, и также быть направлены в зависимости от характера обращения или в правоохранительные органы, или в органы местного самоправления, или в другие органы, которые непосредственно занимаются рассмотрением обращений. Все в зависимости от обращения. Все обращения, которые поступают в прокуратуру, сотрудники прокуратуры обязаны принять. И в зависимости от характера, где-то даже частично удовлетворить, отказать в части, или, скажем так, дать какое-то разъяснение. Как гражданину в дальнейшем вести себя, обратиться в суд, или, возможно, какие-то другие принять действия, чтобы человек понимал, в чем суть проблемы. Каждым годом в Павлопосадскую городскую прокуратуру поступает большое количество обращений, жалоб, и их количество все больше увеличивается. Жалобы поступают различного характера, как и на действия должностных лиц, их бездействия, разъяснение каких-то сфер, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, на действия администрации, приставов, различные инстанции. Все жалобы рассматриваются в установленные сроки, даются письменный ответ на любое обращение. В случае, если сотрудник прокуратуры при приеме граждан или рассмотрении обращения, может дать разъяснение гражданину, как ему в дальнейшем руководствоваться и куда необходимо обратиться с той или иной проблемой. Единая Россия 1 декабря 2020 года отмечает свой день рождения – 19 лет. С чем подошли однопартийцы к своему 19-летию и какие планы ставят на будущее? Свой 19-й день рождения самая крупная и влиятельная партия страны отмечает в непривычных условиях. Ограничение, связанное с пандемией коронавируса, не позволяет широко отпраздновать это событие. Даже съезд партии, который традиционно проходит накануне ее дня рождения, в этом году не состоялся. Этот год действительно очень сложный. Мы второй раз переживаем пандемию коронавируса, боремся с этой заразой. И очень многие предприятия города откликнулись и помогают данной работе безвозмездно. В частности, хочется отметить компанию «Эколаб». На протяжении всего этого периода компания оказывает содействие волонтерскому штабу города своими медикаментами, препаратами. Все это делается на безвозмездной основе. По традиции, в этот день депутаты, сторонники и активисты продолжают помогать людям. Этому посвящена и декада приемов граждан. С 1-го числа организована и проводится неделя приемов граждан по всем актуальным вопросам. Неделя приемов тематическая. Каждый день посвящен отдельному направлению. То есть 1-го декабря проводился общий прием членами партии, депутатами. 2-го декабря сегодня проводится прием по вопросам социальной защиты населения граждан. Каждый день будет посвящен определенной тематике – здравоохранению, жилищно-коммунальному хозяйству, ну и также всем остальным вопросам, которые интересуют жителей. Тематические приемы жителей направлены на решение насущных проблем, повышение качества жизни электрогорцев. И, как показывает опыт, во время таких встреч людям оказывается реальная помощь. Обратиться можно по телефону 991-307-2200. Если вы позвоните, мы примем ваш звонок, вникнем в суть проблемы и свяжем вас с тем человеком, который вас компетентно проконсультирует или даст тот или иной ответ, который вам необходим. Эта работа продолжается, начиная с 1-го по 10-е декабря включительно. А еще сегодня именинники не только принимали, но и раздавали подарки. Второй момент, который мы отрабатываем, это встречи и поздравления со старейшими членами партии, то есть те, кто стоял по основанию партии, создавал местное отделение партии, работал на протяжении многих лет. И очень приятно, что сегодня есть такая хорошая возможность поздравить в вашем лице не только вас лично, но и СИФ-1 Гашиновича Мордана, президента компании, многих ваших сотрудников, которые также принимают участие в деятельности партии. И, наверное, 19 лет – это тот период такой рубежный, который говорит о том, как работает организация. И, наверное, в этом году организация показала свою работу на пятерку. Этот год, год испытаний и потрясений, показал, что в любой беде путь партийцев в сплоченности и единстве, чтобы сделать наш город комфортным, уютным, теплым и дружным. На протяжении достаточно длительного периода многие члены партии активно участвуют во всех городских мероприятиях. Это и субботники, это и высадка леса, это и участие в общественно-политических мероприятиях, таких, как 9 мая, День Победы. Поэтому хочется сказать, что, наверное, все наши представители делают это не по какому-то указанию, а, наверное, по велению сердца. Почему? Потому что мы привыкли заниматься намного и делать немного более, чем наша работа. И делаем это все от души, от сердца. Вот такие мы представители партии «Единая Россия». Блок рекламы продолжит наш эфир. Не переключайтесь. Домашняя экоферма на Лосином острове. Перепела, техасцы и фараоны, бройлеры, перепелиные яйца, инкубационное яйцо, несушки, клетки, перепелиное мясо, цыплята. Натуральные корма, без гормонов роста, антибиотиков и химии. Домашняя экоферма на Лосином острове. Выращена с любовью. Приснится ж такое. У меня же все оплачено. Никто меня не отключит. Погаси долги до 15 декабря и спи спокойно. Узнать о своей задолженности можно по телефону 324-43. Оплатить по адресу Ухтомского, 9, Пристройка. Это новости на канале ТВЛ. Мы продолжаем. В этом году первое предновогоднее мероприятие зажение главной елки города прошло в необычном для всех формате. В онлайн-режиме Дед Мороз и Снегурочка, несмотря на пандемию, совершили волшебное новогоднее чудо. Вместе со сказочными героями, соблюдением всех мер предосторожности, на праздники побывала и наша съемочная группа. Первый день зимы в Электрогорске торжественно зажгли сразу две главные елки. Из-за пандемии массовые гуляния были отменены, но все же праздничное представление состоялось. В Доме культуры вниманию зрителей представили мюзикл «Волшебная сила улыбки». По сценарию ребята просят Деда Мороза зажечь волшебные огни на новогодней елке, потому что все жители города ждут исполнения своих желаний, радостного праздника и счастливого Нового года. Но в дело вмешался злой волшебник Джафар. Ребята придумали, как поступить со злодеем и расколдовали его. Все вместе зажгли огни на елке. Ребята, я помогу вам зажечь волшебные огни на новогодней елке! Ребята, я помогу вам зажечь волшебные огни на новогодней елке! Ребята, я помогу вам зажечь волшебные огни на новогодней елке! Присоединился к акции и лицей. По традиции зеленая красавица установлена на городском бульваре. Для жителей коллектив лицея и волонтеры из объединения Капитошки приготовили сказочное представление. Как только герои собрались зажечь огни на елке, в планы вмешался лесной леший и с помощью телевизионного пульта превратил большую елку в маленькую. На помощь пришли главные новогодние волшебники – Дед Мороз со Снегурочкой и в конце сотни огней зажглись на праздничной елке. Как бы ни было, Электрогорск продолжил новогоднюю эстафету по стране. Так, ребята, без вашей помощи у нас не получится зажать елочку. Давайте все дружно на счет три скажем. Раз, два, три – елочка, гори! Только все-все и очень-очень громко, хорошо? Громко-громко! Ну что? Давайте. Раз, два, три – елочка, гори! Чудо настоящее! Дедушка Мороз, как здорово! Спасибо, что помог! На календаре первый день зимы. И сегодня на всех городских елках торжественно зажглись волшебные огни. Кажется, что все как и прежде, но все-таки что-то не так. У елок нет шумной толпы детишек, не слышно их звонкого смеха. А все потому, что коронавирус мешает нам встречаться. Но никто не запретит отметить нам праздник, нарядить елку, украсить свой дом. А в ночь с 31 на 1 собраться со своими родными и встретить Новый год. Но самый главный вопрос, который волнует абсолютно всех – неужели этот Новый год мы встретим без самых главных волшебников – Деда Мороза и Снегурочки? Ну как же без нас? Как же без нас, ребят? Дедушка Мороз, Снегурочка, расскажите, у нас состоится праздник в этом году? Конечно, состоится. Но как же без праздника-то? Несмотря на все трудности, обязательно праздник состоится. И мы с Дедушкой Морозом будем ходить к детишкам, поздравлять их, дарить долгожданные подарки. И, конечно же, исполнять самые-самые заветные желания больших и маленьких. Несмотря ни на что, этот Новый год мы встретим волшебно. Еще одна важная информация для жителей. 1 декабря был последний день для уплаты имущественных налогов, собственников, квартир, комнат, домов, гаражей, различных строений, земельных участков и транспортных средств. Более подробно об этом расскажет заместитель начальника ФНС России по городу Павловский посад Галина Тютина. Добрый день, уважаемые налогоплательщики. Инспекция ФНС России по городу Павловскому посаду Московской области напоминает, что срок уплаты имущественных налогов для физических лиц, а именно земельного налога, транспортного налога и налога на имущество физических лиц за 2019 год установлен 1 декабря текущего года. Рассылка уведомлений происходит только по почте на адрес регистрации собственника имущества или в электронном виде зарегистрированным пользователем сервиса ФНС России личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Для входа в личный кабинет налогоплательщика для физических лиц можно использовать как логин и пароль, выданный в налоговую инспекцию или МФЦ, так и подтвержденную учетную запись портала государственных услуг. Если код подтверждения для портала государственных услуг получен по почте, войти в личный кабинет с его помощью на сайте ФНС России нельзя, поскольку личность пользователя, получающего доступ к конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им лично. Получить уведомления также можно в налоговых органах и отделении МФЦ. Доводим до вашего сведения, что получать государственные услуги ФНС России можно в электронном виде, при этом не только на официальном сайте ФНС России, но и с помощью единого портала государственных услуг. Через портал пользователи могут подать налоговую декларацию по форме 3НДФЛ, получить сведения из ИГРЮЛ, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, или узнать свой ИНН. Следует отметить, что налоговые уведомления на уплату имущественных налогов на портал государственных услуг не направляются. На портале сумма отображается только тогда, когда переходит в раздел «Налоговая задолженность», то есть после истечения установленного законодательством срока для уплаты. При этом в этом году он истекает 1 декабря. Не стоит забывать, что уплата налогов – это в первую очередь обязанность налогоплательщиков, и неполучение по каким-либо причинам налогового уведомления не освобождает от последствий неисполнения этой обязанности. Спасибо за внимание. Далее в эфире еженедельная сводка чрезвычайных происшествий и правонарушений. Подозреваемого в попытке сбыта около 20 килограммов мифедрона задержали подмосковные полицейские. В ходе беседы 36-летний водитель иномарки вел себя подозрительно и сильно нервничал. Сотрудники госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. В салоне машины на заднем сидении инспекторы ДПС обнаружили сумку, внутри которой находилось 40 полимерных пакетов с порошкообразным веществом. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу. Все обнаруженное было изъято и направлено на исследование, по результатам которого установлено, что образцы порошка являются наркотическим средством, мифедроном, общим весом около 20 килограммов. Злоумышленник пояснил, что перевозил наркотик из Белгородской области с целью дальнейшего его сбыта через тайники в Московском регионе. Что делать, если в отношении гражданина совершено противоправное деяние? Не знаете? Смотрим видеоинструкцию, как поступать в таких случаях. Правовая справка в рубрике ЧП. Полицейские напоминают о правах граждан, ставших жертвами преступления или правонарушения. Если вы считаете, что ваши права нарушены, следует как можно быстрее сообщить об этом в полицию. С заявлением или сообщением о преступлении, либо об административном правонарушении можно обратиться в любое время, лично в территориальные органы МВД России, через официальные сайты, а также по телефону. Соответственно, заявление и сообщение может быть изложено как в письменной, так и в устной форме. Напоминаем, что на территории России со всех мобильных телефонов, вне зависимости от того, какому оператору они подключены, в полицию можно позвонить по номеру 102. Сегодня также развиваются специализированные интернет-сервисы, посредством которых можно обратиться с заявлением в полицию. Один из примеров – сайт забизнес.рф, который работает с ноября 2019 года и представляет собой электронный ресурс для приема обращений предпринимателей в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов. Уполномоченные сотрудники органов внутренних дел обязаны принять любые заявления и сообщения, в которых содержится информация о преступлениях или административных правонарушениях только вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России или в административных зданиях территориальных органов МВД России, в которых дежурные части не предусмотрены. При этом круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях и об административных правонарушениях осуществляется оперативным дежурным дежурной части территориального органа МВД России вне зависимости от времени и места совершения противоправного деяния. Не имеет значения также полнота информации о нарушении закона. Устанавливать обстоятельства происшествия, проводить по заявлению, сообщению, проверку или расследование, принимать необходимые меры, работа полиции. Тем не менее помните, от того, насколько точно и подробно вы изложите известные вам сведения об инциденте, зависит успешная работа стражей порядка. Будьте готовы к тому, что при личном обращении вам придется предъявить удостоверяющие личность документы, а при обращении по телефону назвать фамилию, имя, отчество, адрес проживания и контактный телефон. Помните, что анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Также вас официально предупредят об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. При приеме заявлений, сообщению о преступлении или административном правонарушении в дежурной части заявителю должны выдать талон уведомления о принятом заявлении, где указан регистрационный номер, который позволит отследить проводимую по вашему делу работу. По каждому заявлению и сообщению о преступлении может быть принято одно из решений о возбуждении уголовного дела, об отказе возбуждения уголовного дела или направлении по подследственности, информация о котором в течение 24 часов с момента принятия направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа. Если уведомление не получено, обращайтесь в территориальный орган внутренних дел с соответствующим заявлением. Информацию о ходе и результатах рассмотрения вашего заявления и сообщения также можно получить, записавшись на личный прием к руководителям органа внутренних дел, в котором оно было подано. Имейте в виду, что если рассмотрение вашего заявления и сообщения о преступлении не входит в компетенцию органов внутренних дел, оно будет перенаправлено в соответствующий федеральный государственный орган в соответствии с правилами подследственности. Кроме того, заявления о преступлении по уголовным делам частного обвинения по результатам их рассмотрения направляются в суд. В случае несогласия с решениями и иными действиями, бездействием следователя или дознавателя, вы имеете право обжаловать их у руководителя следственного органа, прокурора, либо в суде. Помните, что отказ полицейских в возбуждении уголовного дела далеко не всегда означает потерю перспективы наказания совершившего преступления. Возможно, в вашей ситуации имеет место уголовное дело частного обвинения, заявление о котором подается в суд. Не забывайте о том, что для эффективной защиты ваших прав вам необходимо не только обратиться в органы внутренних дел, но и самостоятельно предпринять определенные меры. Прежде всего, выполняйте все советы, которые вам по телефону или лично дают сотрудники полиции. К примеру, если совершена квартирная кража, не следует ходить по жилищу и прикасаться к вещам, чтобы случайно не уничтожить возможные улики. Бывают случаи, в которых от вас потребуется активная помощь расследованию. Так, если вы стали жертвой телефонного мошенничества, необходимо выполнить целый ряд действий. Прежде всего, не делать с мобильным телефоном никаких операций, которые способны уничтожить данные о звонках. Лучше всего его выключить до прибытия сотрудников полиции. Также следует как можно быстрее обратиться в банк с заявлением о блокировке операций с вашим счетом и об отзыве сомнительного перевода. От вас может потребоваться помощь в оперативном получении справок от оператора связи о ваших переговорах, а также из банка о движении денег по вашему счету. Согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с момента возбуждения уголовного дела принимается решение о признании жертвопреступления потерпевшим. Потерпевший в ходе уголовного процесса и судопроизводства имеет целый ряд прав. Так он вправе знать о предъявленном обвинении лицу, давать показания, при этом отказываясь свидетельствовать против себя, своего супруга, своей супруги и близких родственников, иметь представителя. Потерпевший может представлять доказательства, заявлять ходатайство и отводы, при необходимости бесплатно пользоваться услугами переводчика, давая показания на родном языке. Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность участия потерпевшего с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству, либо ходатайству его представителя, ознакомления с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, постановлениями о назначении судебных экспертиз и заключениями эксперта. Потерпевший вправе получать копии процессуальных документов, в том числе затрагивающих его интерес. По окончании предварительного расследования потерпевший имеет право знакомиться с материалами уголовного дела полностью или частично, снимать копии с документов и делать выписки в любом необходимом объеме. Кроме того, среди предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации прав участие в судебном разбирательстве уголовного дела в судах всех инстанций. В суде потерпевший имеет право выступать в прениях, поддерживать обвинения, знакомиться с протоколами и аудиозаписью судебного заседания, приносить жалобы на действия, бездействия, а также решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, руководителя следственного органа, следователя, прокурора и суда. Потерпевший имеет право знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях, подавать на них возражения, а в случае угроз в свой адрес или в отношении своих близких ходатайствовать о применении мер безопасности. После вынесения приговора потерпевший вправе его обжаловать, равно как и судебное определение и постановление. Возможно заявить ходатайство о получении информации о передвижениях осужденного, к примеру, о времени его освобождения из мест лишения свободы. По гражданскому иску потерпевшего ему обеспечивается возмещение причиненного преступлением имущественного и морального вреда, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя. Во время рассмотрения дел об административных правонарушениях потерпевший приобретает ряд прав. В частности, он вправе знакомиться со всеми материалами своего дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по делу и участвовать в его рассмотрении. И о погоде в завершении выпуска новостей. Ближайшей ночью синоптики обещают переменную облачность, температура опустится до минус 6, минус 8. Давление заметно выше нормы. 3 декабря на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут минус 5, минус 7. Ветер юго-восточный умеренный. Информационный выпуск подошел к завершению. Далее смотрите репортаж с оперативного совещания в администрации, который вел исполняющий обязанности главы города Сергей Дорофеев. А я на этом с вами прощаюсь. В студии была Ольга Костина. До встречи на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин